всем приветик ребятушки вот этот нехороший человек ездит на море в пол седьмого и льва говорила на пол восьмого или глаза продрала вот и едем и это короче приехали на горпляж сейчас я вам покажу наш пляжик песочный красивый длинный чистый и теплый в том году мы здесь были пляж нимфей здесь конечно люди это будет уже только есть территория где люди могут шашлыки делать вот ну в принципе он беседка стоит 1000 по 3000 идите стол мангал 1500 шезлонг 300 пляжный кух 250 мангал 500 уголь дальше есть и рожек 100 рублей а такой у нас желтенький песочек а вот тут чуть-чуть по другому сделали все так это сцена кто-то тут у них выступает что ли посмотрим говорят что уже медузы сейчас глянем на кусочки да ну-ка по прохладе уже вода прохладненькая это я понимаю море галька это не мое и ходить по ней больно и глубоко там сильно сразу становится два шага уже по горлышко одесса нас вон люди уходят на 5 на 5 на 6 метров красота чистенько все раздеваемся здесь нужно их с палатками люди прям 5 лет на выходные приезжают говори я уже в том году его рекламировала такой пляж он тоже бесконечные ребята вот это я понимаю пляжик вот это я понимаю море никого нет на головах никто не трется конечно сейчас выходной и приедут люди понятно сейчас через час через два часа все позавтракают рвануть на пляж единственное что за лежаки добрать надо но вода ребятушки вода это вообще это что-то неописимое какая красота дно видно и митирок начинается наши маслинки я вот такие пляжи обожаю аруфлопа трутил Ах, ляпота. Ах, ляпота. Вода прозрачная. И немного. Да, она заныривает и дальше, дальше вдоль берега. Там трава, в траве какая-то рыба, утка, заныривает и плывет. Но не утка, она как-то по-другому лыжает, мордок утки. Ребята, все накупались, красота. Люди стали уже подъезжать, занимать хорошие места в тенечке. Под деревьями, потому что там можно арендовать и мангал, и шезлонги. Там, короче, все шухош есть у них. Все можно арендовать. А мы сейчас с вами подойдем. Река такая полноводная после этих всех дождей. В прошлом году не была. Она такой широкой. Да, вообще чистая водица такая, прозрачная, классная. И рыбаков нету, наверное, рыбы маловато. Все, а там вот уже у нас памятник. Это у нас уже Героевка. Там следующие пляжи, тоже хорошие пляжи у нас там. Ветер сушит, поэтому волн у нас нет. Волна сейчас где-то там, на той стороне, в Анапе. Там точно будет волна сегодня. А у нас тихо. Наоборот, туда ветер к ним идет. Тут-то ветер, а волны нет. Тоже интересно. Хорошо. Позагорали. Но уже начало солнце припекать уже 10 часов. Вот утром... Ой, сестра моя очень любит по утрам ездить. Приятная погода, людей мало. Море чистое, тихое. В основном всегда утром. Так что так. Сейчас поедем на рыночек. Заедем. Я хочу черешни поискать. Посмотреть, купить. Все только начинают собираться на пляж. Все выспались, позавтракали. У всех торбы, холодильники, еда, шашлык, решетки для гриля. Все, видите, машина за машиной. Такие, как мы, в единичных случаях уезжают. В основном сейчас только приезжают. С этой стороны тоже, видите, мангальная какая-то зона. Очень много дикарей. А сюда ходят автобусы. У нас это городской пляж. Называется здесь все. Есть и мусорки, и можно скупиться. Круги купить какие-то камушо. Здесь, в этой строке, немного людей будет сейчас. Отдыхать. Это тоже люди уже домой едут. Ого, сколько автобусов. Ничего себе. А это у нас и пятерки, и двадцатки. 41-й даже. Глянь. Свойкова людей привозит. Свойкова привозит людей. Ну, что сказать, да. Сегодня Ати, курортников. Да, курортников много. Ну все, пока-пока пляжик. Посмотрим. Мужа с Лира на работу выходит на неделю. Может, я буду к ней сюда приезжать. На автобусе мы с ней вечерочком просто искупнуться. Приедем. Одна. Все, мы уже почти дома. Сейчас заедем на рынок. Я хочу черешню, как я сказала, посмотреть. На стадион. В принципе, ничего не поменялось. Ох, да, надо здесь быть аккуратненькими. Пешеход. На стадионе ничего не поменялось, да, по-моему? Вот все едут на море. Видите, машина за машиной. Все на море. Все на море. Сквер. Ну, красивый. Ну, и зеленый город. Перед Аксеновым убрались. А, да, у нас же корабль выпускали, он приезжал к нам. А он поехал по Львадуцкому. А ты что? Пидал Турцулей там. А там не успели, да, прибраться. Вот так бывает у нас, видите. Так, у нас тоже программа культурная есть. Одиннадцатая школа. Очень зеленая школа, кстати. Здесь прямо у них какой-то свой ботанический сад был. Еще когда в моей молодости, в детстве, какие-то растения они там все время высаживали. А сейчас не знаю, там осталось у них это еще или нет. Здесь нельзя припарковаться? Далеко? Ну, там в Теньке можно, где машины стоят. Или здесь тоже нельзя парковаться. Вот у нас рынок здесь, дружба. Ну, в общем, пляж вообще шикарный, ребята. Песочек, мягенький. Море чистейшее, открытое уже море. Единственное, чего не хватает, только воды пресной, конечно, обмыться. Потому что это за городом. Они в черте города. Там нету пресной воды. Я даже не знаю, в том канале, Ира, какая вода пресная или... Пресная. Пресная, да, идет? Ну, значит, можно в канале ноги мыть. На море накупались. И что? Наш девиз теперь. Арбайте нарвайте на крымской датчике. Собрала ведро. Есть у сестры Алыча вот эта вот синяя, крупная. Она такая мясистая. И вот эта желтая. Желтая просто янтарь, ребята. Сладкая, сочная. Желтую я собрала себе с Рольфом нам на еду. Покушать. А вот эту синюю, почти всю ведро, вот я уже начала сушить. Первый, первый противень я сделала. И вспомнила, что надо же вам заснять. Мои будни, мои дни в Крыму. Наш отдых на крымской даче. Вот здесь было полмисочки. Вот это полмисочки сюда ушли. И вот сейчас режу и думаю, это можно сейчас из сливового пирог-то сделать. Моя будет вкуснятина. В общем, достала опять сеструле сушилку вот эту. Вот она, Волтера, сушилочка. Здесь очень много поддонов. И сейчас я хочу заполнить и посмотреть. Вообще-то мы всегда сушили вот эту сливу. Вот она, вот она. Ну, чернослив ее называют, длинненькая такая. Она очень хорошо на сушку идет. А вот именно вот эта крупная слива, не знаю я. Главное, чтобы от нее одна шкурка не осталась, знаете, при сушке. Вот поэтому я сейчас хочу попробовать противенья два сделать. Два. И поставить на сушку. И посмотреть, как она будет себя вести. Если она будет сильно сжиматься, то есть, ну, вот этого точно нельзя. Потому что здесь сок один. Сок это высохнет и останется одна кожура. Вот у этой вроде бы мясо есть. У этой алычи. Это тоже алыча, слива алыча. Вот. Посмотрю. Если что, может быть, буду просто подвяливать в вяленом состоянии. Но тогда придется ее просто съедать быстро. Сушеную сливу, вяленую сливу обожаю. Не только сливу, но и абрикос. Это мои вишню не так, а вот сливу и абрикос. Это мое самое любимое. Мне больше ничего не надо. Вечером хороший фильм и мисочку вот этой сухофрукты. Даже яблоки у меня на третьем месте стоят. А вот именно абрикос и слива. Ой, это просто с пальцами можно это все съесть. У меня, я говорю, у меня аж свиньи текут. Вот так я обожаю вот эту сушку. Поэтому попробую, что у меня получится. Какая красота получается. Думаю, это какой будет красивый пирог сливовый. Я, наверное, еще пойду. А сливы у Иры? Там ни одно такое ведерко. Можно и пироги, и пирожки. Ну, от такой сливы и сжога будет у меня. Но я запаслась в Сочи амепрозольчиком, амепрозол буду пить. Вот минеральную водичку покупаю в бутылочках. Пью по утрам. Посмотрю. В общем, пока все идет по плану у нас. Отдых. Во! Покажите, включайте. Я говорю, что я делаю. Я обойду. Пошли. 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 Мастер... Пошли. Пошли. У нас такие неманиши кого не ели. Это цвет цветовый корень. Плавающие. Плавающие. Да. И они должен у них еще раз на дружину закраску приделывать. Они еще палец и не ели. Какой ваш пик. Я просил. Это на стол. Пикином. Мы в этой неделе не были в городе, сейчас в рыбалке приехали. Юра, все заказывали. Так, гидроэкориацию. Так, охотушка где-то. Да, мы не влезли. Да, я забыл готовку. Гидроэкориацию в погребу. Они пока не покрашены, да? Девочки, иду на маникюр. Вот такие обрубки у меня. Сейчас прям ждала, ждала, ждала. Ломаются очень быстро. Загусеницы всякие. Ну и сейчас, потом включусь, покажу вам, что получилось. Девочки, оцените, мой маникюрчик красивенький. Как будто себя килограмм кожи сняла. Такое ощущение, как я его люблю после маникюра сразу. Ой, прелесть. Обожаю вот этот цвет. База обычная. Побежь. Субтитры подогнал «Симон» 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 Потом я ш Levin — Linux Максимум пять-шесть штук И всё Одно дерево А у меня три дерева Вот такой вот абрикосы Абрикосы! Вообще что-то Персик дает часто Нектарин каждый год Вот такое Яблоко второе Но мелкое Мелкое Прям хочется самой всё ободрать А оставить там將к не знаю чтоб 20 чтобы хотя бы налились мелкое сухое яблоко хоть и дожди у нас ливеняки прошли я и поливаю представляете вот таких три дерева были полные да какое бы варенье обожаю с абрикос сушку обожаю и вот такой вот мясистая сладкая фрукта обалдеть два еще пускай полежат на позаконнике попозже съем очень вкусный абрикос даже не сравнить этот что я покупала что в сочи еще здесь я покупала уже все равно мне кажется они там как какие-то сорта совершенно другие а этот от солнышко он и пахнет он и вкусный да жаль дальше так мало